Добрый вечер, родные! Мне кажется, я за вами всем соскучился, и поэтому решил с вами поделиться сегодня одной короткой мыслью. На эту мысль меня натолкнулась сегодня Люба, поэтому, Люба, спасибо тебе в первую очередь, да? Но эта мысль очень важная. Ты сегодня прислала один очень интересный текст в нашу группу, и я просто над этим текстом уже пару раз размышлял, и поэтому, когда я прочитал то, что ты прислала, я просто решил это скомментировать, да? Это хороший текст, поэтому не переживай за это, но мы как семья должны просто друг друга как-то поддерживать в этом. Я, с моей стороны, стараюсь тем, чем я могу, да? Родные, я просто смотрел, читал этот текст, и меня чуть-чуть озадачила одна интересная вещь, которую я просто хотел чуть-чуть скорректировать, да? Итак, этот текст называется, который стоит сейчас, в принципе, в группе выше, «Исцеление», и потом там написано «Постом и молитвой», да? «В посте и молитве». И то, что эта женщина пережила, и в этом переживании, то, что она описывает, мы видим, что она достигла позитивных вещей, и с этой стороны это очень хорошо, да? Хорошо, когда мы достигаем позитивных вещей, хорошо, что у нас есть успехи в вере, и хорошо даже, что мы этими успехами делимся, но порой эти успехи мы достигаем не всегда правильным путем, и поэтому важно тоже смотреть и быть лучше, да? Павел пишет в Коринфянам, да, что я как спортсмен тренируюсь, достигая цели, я хочу быть на первом месте. Это говорит о том, что у Павла были тоже ошибки, были моменты, которые он делал неправильно, но он тренировал себя, да? Он тренировал, так как любой спортсмен, он, если развивается, он смотрит, делает ошибки, спотыкается, падает, набивает нос, но он встает и всегда работает дальше, чтобы это в следующий раз у него было лучше. Его цель быть первой. И я желаю, конечно, нам всем, чтобы наша цель была тоже быть первым. Не для того, чтобы кому-то что-то доказать, но быть первым, который возьмет то, что Бог нам обещает, да? А Он это не обещает, Он просто оставил нам. Поэтому давайте мы посмотрим просто один простой пример. Пример такой. Если у меня лежит на столе, ну, скажем, просто так, минимально, например, 100 евро, и я говорю моему сыну, «Дорогой, вот эти 100 евро принадлежат теперь тебе». И как это будет выглядеть, если теперь мой сын начнет клянчить? Он начнет поститься, начнет молиться, начнет умолять, и говорит, «Пап, пожалуйста, дай мне эти 100 евро, я буду теперь поститься целую неделю, пока я не получу эти 100 евро, пока я не добьюсь, что ты мне их дашь». В принципе, он тоже когда-то возьмет эти 100 евро, и они станут его. Да, но он целую неделю будет, например, поститься, молиться, умолять отца, чтобы получить 100 евро. Теперь другой сын придет и скажет, «О, 100 евро, классно!» Возьмет, протянет руку, возьмет эти 100 евро и пойдет дальше. Как вы думаете, кто быстрее добьется цели, и вообще в чем состоит тогда весь смысл этого труда, добиваться этой цели? Мы видим, что этот вопрос очень важный, не правда? Мы можем по правде поститься, молиться, стараться добиться чего-то, что Бог просто сказал, это у тебя есть, родные. Этот вопрос поста очень интересный, он очень важный. Я сейчас не хочу просто его убрать, но я хочу просто скорректировать так, чтобы мы его понимали правильно. И смотрите, я прочитал эту историю, и мне было интересно. Я просто в конце смотрел на положение мужа этой женщины, этого врача. И в принципе этот муж сказал, «Слушай, перестань поститься, потому что ты уже исцелена». Именно здесь работала в муже эта вера. И когда она взяла этой верой, то уже пост не нужен был, да? Но в принципе, если бы она это взяла сначала верой, то пост тоже не нужен был. Но у нас людей получается парадокс. Парадокс в том, что мы почему-то пробуем все равно заработать то, что нам уже подарили. Да, даже в нормальном и взрослом состоянии. Если мне что-то дают бесплатно, то я этим или не ценю, я думаю, это какая-то безделушка, это какая-то бесценность. Или же если я это получил бесплатно, и мне это сильно понравилось, то я пробую как-то это отработать, отблагодарить этого человека особенно, или еще что-то. Потому что это же дорого, это уже мне дал что-то, это полезно. Я этим пользуюсь, да? То в принципе, моя человеческая натура говорит отработать. Но Бог не работает нашей человеческой натурой. Бог все сделал, заплатил за нас, и Он хочет, чтобы мы бесплатно этим пользовались. Он говорит, бесплатно получили, бесплатно давайте. И мое просто большое желание, поэтому я провожу сейчас эту беседу в таком видео формате, мое желание, чтобы вы в этом выросли. Да? Потому что я замечаю, что мы здесь еще хвораем. И я хвораю, да? Я работаю, поэтому у меня эта тема родилась. Да? Я работаю над этой темой. Я хвораю. Мне очень важно, чтобы мы выросли в те люди, которые просто подбегали к столу и говорили, папочка, спасибо, теперь мое схватили и пошли. Это будет классное состояние. Это будет состояние, когда просто люди другие, будут смотреть на нас и будут удивляться и говорить, вау, что там происходит, да? Теперь давайте мы просто рассмотрим вопрос поста. В этом месте, где эта женщина описывает, она говорит, она наткнулась на Матфея 17, 21, я чуть позаписывала эти места, и вот она говорит, это место там показывает, да, а эти изгоняются постом и молитвой. Вот она взяла это место и сказала, теперь я буду поститься и молиться, пока я не получу освобождение. Да? Но, родные, да, на этом месте по правде построены учения, да? И в многих церквях, в многих учениях это, в принципе, фундаментальный камень какой-то идеи, идеологии, но и он функционирует. Именно вот это важно, да? Он функционирует. Но почему он функционирует? Потому что Бог верен своему обещанию. И человек просто через вот эту работу поста появляется, у него вырабатывается больше вера, и он потом через веру подходит к Богу и берет со стола то, что уже принадлежит ему. И поэтому он получает, и поэтому состается такой эффект, «Во! Я постился, и вау! Я получил! Слава Богу!» Но, родные, это обман. Это обман. Это мучение. И порой, если не хватает веры, то люди начинают дальше искать, убеждаться, поститься, уходя в 40 дней пост или еще дальше, чтобы чего-то добиться. Но это не так. Не надо путать учения, почему Иисус постился, или еще другие. Я просто пару важных моментов сейчас объясню, чтобы сильно не удалять нашу тему. Давайте мы посмотрим, почему... Это короткий сейчас ответ. Почему это не так? Потому что, если мы открываем все старые переводы, то вообще этого места, Матфея 17, 21, этот род изгоняется постом и молитвой, тем более только постом и молитвой, этого стиха в оригиналах нигде нет. Этот стих был добавлен позже. И поэтому нам надо... важно, чтобы это понять. Потом, другой момент. Если мы скажем, ну, может быть, это неправильно. Моменты всегда в Библии повторяются самое мало дважды, а то и трижды, если они по правде важны и главны. И с этого стороны мы видим, что это, в принципе, один-единственный стих, который поддерживает эту мысль. Поэтому для меня два аргумента, которые сегодня я могу точно сказать, что этот стих просто стоит неправильно в Библии. Он просто был вложен позже. Теперь следующий момент, почему эта мысль очень важна для нас. Я не хочу просто вас от чего-то увезти или к чему-то другому привезти. Нет. Я просто хочу, чтобы вы конкретно понимали Библию и выросли духовно. Это для меня очень важно, родные. Поэтому, смотрите, если мы дальше посмотрим, некоторые места для меня важны. Луки, например, пятая глава. Я сейчас прочитаю этот отрывок. Луки пятая глава. С 33 стиха. Здесь написано, «Тогда они сказали Иисусу, ученики Иоанна и фарисеев часто постятся и молятся, а твои ученики едят и пьют. Иисус ответил, «Разве можно заставить гостей на свадьбе поститься, пока с ними жених?» Понимаете, родные, Иисусу поставили вопрос, конкретный вопрос. И говорят, «Почему эти постятся, твои не постятся?» Иисус дает очень конкретный ответ. Он говорит, «Как могут те поститься, с которыми, у которых все есть?» Да, родные? Которые живут в радости, в счастье, которые, в принципе, получают на все ответы, у которых нету нужды, у которых нету печали. Как они могут поститься? Да? И, родные, вы являетесь этим. Мы порой разрушаем наши религии, нашими убеждениями то, что Бог нам уже даровал, да? Смотрите, что дальше Иисус говорит. «Но наступит время, когда жених будет взят от них. Вот тогда, и там здесь подчеркнуто, и здесь есть в оригинале это место, я специально смотрел, в те дни они будут поститься, да? Никогда он будет забран у них, тогда они будут все время поститься, есть здесь тоже фальшивые переводы опять, да? Но здесь в оригинале стоит «в те дни они будут поститься». Здесь стоит ограничение Иисусом поставлено «будут дни, когда ученики будут поститься». И этот отрывок является тогда, когда Иисус был, был убит. Вот эти вот три дня ученики просто находились в шоковом состоянии, да? Но здесь не говорится потому, что он опять вернулся, он опять был с ними, они опять радовались, да? Поэтому, родные, это очень важно понимать. Это был короткий отрывок без жениха. Сейчас мы живем в то время, где опять Иисус живой среди нас каждый день. если ты реально это будешь принимать в твою жизнь, ты просто будешь жить этим, да? Мы, конечно, это как-то нереально, не работаем с этим, но это конкретная правда. Иисус сегодня реально сидит рядом с тобой, и он хочет учить, и он хочет тебе показывать, что он тебя любит, что он благословляет тебя, что он дает тебе все, да? И поэтому, родные, Иисус здесь рассказывает дальше. Эта мысль, она имеет свою правоту. Смотрите, именно почему-то здесь, да, Иисус показывает очень классную мысль. Он говорит, он тогда рассказал им притчу. Никто не пришивает заплатку к старому плащу, оторвав для этого кусок от нового. Если он это сделает, то он и новый плащ испортит, и старому заплата не подойдет. Почему? Потому что там, где будет заплата, там, где это пришьют, он просто порвется на этом месте, где пришили опять дальше. Материал просто уже старый, сношенный, и он будет постоянно, как только я это делал, он будет просто дальше и дальше рваться. И поэтому и новый порезали, и старый не сохранили, да? Следующий пример. Никто не наливает молодое вино в старые бордюки, иначе молодое вино прорвет их, оно вытечет, а бордюки пропадут. Итак, новое вино имеет в себе силу брожения. Старые мехи, которые держат эти сосуды, которые держат это новое вино, они будут не в состоянии вынести эту компрессию, которая приходит с новым вином. И поэтому и новое вино выйдется, и старые мехи, которые, старые сосуды, которые должны держать это вино, они тоже просто испортятся от этого. Да, родные? Нет, молодое вино льют в новые бордюки, и никто, пьющий старое вино, не захочет молодого, потому что скажет старое лучшее. И следующий момент опять, тот, кто пьет старое вино, не захочет молодого вино, потому что он скажет старое лучшее. Опять-таки, здесь Иисус показывает, тот, кто привык к старому, не захочет сразу пить новое, потому что он привык к старому, и он скажет старое лучшее. Здесь Иисус очень классно показывает пример, он просто показывает, почему этот вопрос для него не играет никакой роли вопрос поста. Почему? Потому что в Старом Завете, если мы читаем, по правде это имело силу, люди добивались, и люди просили, вымаливали Бога, вставали как ходатайи на служение для того, чтобы что-то, они были в проломе для чего-то, говорили, Бог, ты должен сделать это. Они вымаливали, они протестовали перед Богом, и добивались этим чего-то от Бога. И поэтому пост был в Старом Завете очень важным элементом. Мы видим Есфирь, ой, сколько там примеров, да, это все было, родные, но в Новом Завете это не имеет никакой силы. Почему? Потому что ходатай стал, да, это мы открываем, целое откровение в Евреям, ходатай им стал Иисус Христос, раз и навсегда за нас. Он стал в проломе, и теперь мы, если начинаем принимать эту функцию, вставать в проломе, пробивать, молиться, мы просто этим самым говорим, Иисус, ты нам не нужен, мы не принимаем твою жертву, а мы просто встаем в пролом и начинаем что-то перед Богом добиваться, что ты раз и навсегда добился. Вы понимаете, что мы делаем? Мы идем против Бога, да, мы просто говорим, Иисус, ты нам не нужен, мы добьемся сами, мы справимся без тебя, и это неправильно. Родные, это поэтому очень важная мысль для нас, да, и смотрите теперь, что получается, да, Иисус просто показывает эти примеры как раз как ответ, притча, ответ на то, что Ему задали этот вопрос. Ему это было важно. Он говорит, если вы просто привыкли, это тяжело нам переучить себя, да, но опять-таки, если мы пользуемся этими старыми методами, например, старое вино, оно не будет работать с новым, да, если мы просто берем, что там еще написано, да, так, секундочку, так, никто не пришел, если мы просто пришиваем, да, берем новый материал, который дал нам Иисус Христос, и пришиваем это к старому завету, начинаем что-то мешать, оно никогда не пойдет, да, и там Библия показывает многие другие моменты, старая закваска, да, смешивать не пойдет, Иисус просто очень часто показывал, что мы не имеем права, не можем путать новый старый завет, оно просто не будет работать в нашей жизни, любимые, да, поэтому все, что здесь работает, работает только, почему? Потому что в нас вырастает вера, и просто эффект веры срабатывает, а мы просто думаем, что мы добились чего-то, нет, просто милость Бога, обещания Бога срабатывают, и мы это получаем, да, теперь мы просто еще раз прочитаем следующий момент, и для пояснения, Матфея 6 глава, 16 стих, когда вы поститесь, то не ходите с мрачными лицами, как лицемеры, которые хотят показать своим видом, что постятся, говорю вам истину, они уже получили свою награду, ты же, когда постишься, умойся и помашь голову твою, чтобы люди не замечали, что ты постишься, пусть только твой небесный Отец, который невидимо находится с тобой, знает об этом, и тогда он вознаградит тебя, ведь он видит и то, что делается в тайне. Родные, здесь Иисус просто показывает, да, показывает тех людей, которые просто показывали другим, вот, посмотрите, мы такие святые, мы постимся, мы находимся в посте, пожалуйста, нас оставьте теперь в покое, да, и я знаю, даже я сам это переживал и практиковал, да, просто добиться чего-то постом перед Богом и в себе самом, да, и по правде где-то мы даже, может, приближались, переживали Бога, да, но это неправильный путь подхода к Богу, и поэтому Иисус говорит здесь, говорит, ну, вы хотя бы, если поститесь, то делайте это уже правильно, да, тогда просто умойся, это никто не должен видеть, это твое дело с Богом, да, и поэтому делай это, и смотрите, родные, эту мысль подхватывает где-то и Павел, да, и все остальные, да, он просто говорит, например, совет мужу и жене, да, почему, например, воздержаться друг с другом, он говорит, ради если того, что только поставим молитву, да, эта мысль в Новом Завете, она как бы как-то не умирает, но она не умирает, есть некоторые моменты в Новом Завете, да, можно даже сказать, к сожалению, да, они не умирают, потому что люди не разобрались с новым вином, да, и Павел здесь показывает просто эту проблему, и говорит, ну, если, то ради бы хотя бы только поставим молитву, и теперь даже есть тоже в религиях проблемы, да, что по правде даже люди удерживались там от совокупности, от сожития, да, и там были три дня или четыре дня перед вечерей, переломлением, там входили в пост, воздерживались от всего, да, и это просто, понимаете, родные, ну, это парадокс, это по-русски не объяснить, это дурдом, люди мучают себя, люди входят через это даже в грех, в стресс, почему, потому что они начинают не понимать правильно, да, Павел здесь просто говорит и показывает, ну, если ты хочешь просто приблизиться к Богу, то это не ради того, чтобы осветиться, не ради того, чтобы что-то добиться, не ради того, чтобы стать каким-то другим человеком, нет, это просто ради того, если ты просто ищешь общение с Богом, то для меня только закрывается, единственное в этом моменте пост, родные, почему? В этом моменте пост может играть смысл в моей жизни, если я просто скажу, знаешь что, я хочу приблизиться к Богу, и пост имеет позитивный эффект, да, он просто когда-то, мой организм, он как бы, я просто всю мою энергию, батарейка моя садится, да, можно вот так это объяснить, это будет, мне кажется, самый правильный подход, и когда моя батарейка села, то я уже просто открываюсь сфере перед Богом, мне уже все остальное как-то стает неинтересным, да, и на этот момент я просто приближаюсь к Богу, начинаю изучать Библию, начинаю молиться, и как-то через это получаю сближение с Богом, но не ради того, чтобы манипулировать Богом, не получится, родные, не ради того, чтобы стать святей, не получится, ты уже святой, не ради того, чтобы что-то достичь и получить, не получится, Бог тебе уже все дал, ради того, чтобы просто приблизиться к Богу, показать Богу свою любовь, Сказать, Господь, я хочу пережить тебя. Вот это переживание поста. Но, родные, если ты научился это делать с Богом и по-другому, то пост тебе даже в этот момент не нужен. Понимаете? Я заметил, да, что для меня эффект получается не в посте, а эффект получается в том, что я с доверием прихожу к Богу, с радостью для меня даже, если я прихожу в полной энергии перед Богом, то у меня лучше работает голова, то я больше получаю от Бога. И мне не нужен для этого пост, родные. Понимаете? Поэтому здесь просто на вкус совет Павла. Если, то делай это, да, но, пожалуйста, не вставляй это в религию. И поэтому, родные, тоже вот это переживание, которое эта женщина здесь получила, этот момент, это был эффект, да, который она теперь говорит, это на посте, и здесь по правде она даже показывает эти учения, пишет, я их чуть-чуть тоже смотрел, когда эта тема во мне рождалась, да. Поэтому эффект, побочный эффект поста, можно сказать, получился, ой, исцелился. Но исцеление она получила не через пост, а через веру, которая родилась через пост, да. И теперь, если просто сказать, что все должны постом и молитвой что-то изгонять из нашей жизни, то этот подход неправильный. Потому что Иисус говорит, свое обещание, оно сегодня живое. Да, те, которые будут ходить в имени Моем, и их будет сопровождать сила моя. Они будут делать дела мои и больше этого, родные. И поэтому я желаю, чтобы мы в этом выросли, да. Брать с верой. Я не хочу разрушать вас. Если вы имеете возможность, или у вас вера вырастает через пост, если вы хотите найти себя где-то, и пробуйте это постом достигать, достигайте это. Я желаю это благословением, в этом успех вам, да. Но я просто прошу вас не делать пост самым главным в вашей жизни. Почему? Потому что для меня здесь просто вопрос открывается, что мы начинаем пробивать в жизни и вставать на эту роль какого-то заступника, первооткрывальщика, протестанта против Бога, да. Я просто стою и говорю, Бог, дай мне, дай мне, дай мне. Я буду поститься, я буду противостоять, протестовать, да. Я буду добиваться. И этим мы просто обижаем Бога, да. Вот представьте, если мои дети будут всегда клянчить передо мной. Я просто буду обижаться, да. И Бог вам дал столько много, если вы просто не верите этому, а просто платите цену, говорите, Господь, вот ты видишь, вот я столько стараюсь, дай мне наконец-то. То просто Бог говорит, ну извини, я тебе уже все дал. Возьми наконец-то, да, родные. Поэтому, родные, спасибо тебе еще раз, Люба, да, что ты просто поделилась этим. Это мне просто породило эту мысль поделиться с вами, да. И я желаю вам в этом всем благословения и рад был возможности опять делиться, да. То, что Бог открывает мне. И когда я делюсь с вами, я просто финализирую мысль Бога во мне самом, да. Так что не вы получили сейчас, а я тоже, да. Слава Богу в этом, и давай будем жить в силе и в радости перед Богом подходить. С радостью к Иисусу Христу и говорить, Господь, именем Твоим мы растем, принимаем, берем, даем бесплатно дальше. Именем Твоим запрещаем, именем Твоим приказываем болезням уходить, оставлять нас в спокое, да. И верой брать то, что Бог уже даровал нам. Любимый, это лежит на столе. Подбегай, хватай и убегай, пока другой не взял это вперед от себя. Это теперь чуть с иронией, но Павел говорит, я бьюсь за первое место. Да, будьте таким же, как Павел. Давайте, будьте благословены. И я желаю вам всего хорошего и рад скоро опять всех вас видеть. Аминь.